На Псалом 10, страница 133. На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрел свою приложили к тетиве, чтобы восьме стрелять вправо к сердцам. Велика сила надежды на Бога, она есть неприступная ограда, непреоборимая стена, непобедимая помощь, тихая пристань, несокрушимая крепость, неотразимое оружие, неодолимая сила, пролагающая себе путь среди мест непроходимых. Ею безоружны побеждали вооруженных, жены мужей, дети весьма легко оказывались, сильнее опытных в военном искусстве. И удивительно ли, что они побеждали врагов, когда они одерживали победу над самым миром. Пред ними стихии забывали свою природу и обращались в их пользу. Звери не были более зверями и печь печью, потому что надежда на Бога преобразует все. Острые зубы, тесные темницы, естественная свирепость, мучительный голод, челюсти близ самого тела пророка, ничто не было для них преградою, но надежда на Бога, сильнее всякой узды, сдерживая челюсти, обращала их назад. Представляя это, псалмопевец и говорил тем, которые советовали ему удалиться и бежать, и искать себе спасение в местах безопасных. На Господа уповаю. Как же вы говорите, душе моей? Что говоришь ты? Владыку Вселенной я имею своим помощником, совершающего легко все и всегда я имею своим вождем и покровителем, а ты посылаешь меня в необитаемое место и советуешь искать безопасности в пустыне. Разве помощь в пустыне больше того, кто может сделать все с великой легкостью? Для чего ты заставляешь меня сильно вооруженного бежать как бы обнаженного и безоружного и хочешь сделать изгнанником? Имеющему войско и огражденному стенами и оружием, ты не посоветовал бы бежать в пустыню, а если бы посоветовал, то показался бы смешным. Почему же с того, с которым сам Владыка Вселенной, ты сгоняешь, заставляешь скитаться и бежать от нападения грешников? Кроме сказанного, я имею другую причину не бежать. Если и Бог помогает, и нападающие суть грешники, то не подвергается ли крайнему бесчестию тот, кто советует подражать робким птицам? Разве ты не знаешь, что приготовленное против меня войско слабее паутины? Если враг земного царя, куда бы ни пошел, везде находится в опасности, боится и трепещет, то тем более враг Бога всех. Куда бы он ни пошел, все ему враги и даже самая природа, потому что как друзей Божьих боятся и стихии, и звери, и уважают всякая тварь, так на врага и противника Божия вооружаются и нападают, и неодушевленные твари. Вот почему одних прежде, нежели они коснулись земли, растерзали звери, других истребил огонь. Враги имеют стрелы и колчан, и все у них готово. Но нет у них никакой силы, и ничего такого мы не боимся. Если бы даже я увидел кого-нибудь спускающим стрелу, и тогда не устрашился бы. В самом деле, какая польза от оружия, если нет силы? Так и у них нет ее, потому что нет к ним благоволения Божия. Они строят козни и нападают непрямо, но потому особенно я и смеюсь над ними, что они бросают стрелы свои во мраке. Ничто не может быть бессильнее человека, строящего козни. Не нужно другим поражать его, он падает от собственной руки и погибает от собственного коварства. Что же может быть бессильнее того, кто побеждается собственным оружием? Кроме этого, надо бы сказать и то, что они нападают на нас не только как грешники, но укрепляемых Богом, и при том с коварством, но и нападают на невинных, не сделавших им никакого зла. И это немало делает их слабыми, как идущих против вражна. Диане 9.5. Не причиняют ему никакого вреда, идущая против вражна, а повреждают свои собственные ноги. Так и они. Вместе с тем есть еще причина, которая уничтожает силу их нападения. Смысл слов его следующий. Они нападают и ведут войну с тобой, нарушая твой закон и твои повеления. Подлинно они усиливаются разрушить твои заповеди, и при том совершенные. Или это говорит пророк, или то, что они преступники закона. Немалый доказательств их слабости и в том, что они выходят на войну, не сохранив твоих заповедей, потому они и воюют против правых, и строят козни, что не слушаются своих повелений. Раскрыв слабость врагов и показав ее не в том, в чем показывают другие, так как не сказал, что они не имеют ни денег, ни крепости, ни союзников, ни городов, ни искусства в войне, но оставив и презрев все это, как ничего незначащее, сказал, что они беззаконники, что нападают на людей, не сделавших им никакого зла, что они нарушают заповеди Божьи. Пророк говорит потом о вооружении праведных, раскрывая отсюда легкость победы их над врагами. Так точно и мы должны различать сильные и слабые, и не того особенно бояться, чего боятся люди достойные осмеяния. В самом деле, что говорят, какой-то жесток, коварен, имеет много денег и великую власть. Но поэтому особенно я и смеюсь над ним, все это виды слабости, но он, скажешь, умеет строить козни. В этом ты открываешь мне новый вид слабости. Почему же многие из таких людей побеждают? Потому что ты не умеешь хорошо сражаться с ними, потому что ты сам домогаешься того же, что делает их слабыми, славы и власти. Избегай этой причины вражды, поражай противников иначе, гордого, умирением, корыстолюбивого, нестяжательностью, милоздержного, воздержанием, завистливого, дружелюбием, и ты легко победишь их. Раскрыв, как я выше сказал, слабость противников, смотри, как он изображает и вооружение праведника. Праведникше говорит, что сделал. То есть, когда враги так приготовились, ты спрашиваешь, как вооружился праведник. Послушай, Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зря, вежды его испытывают ценов человеческих. Стих 4, Салом 10. Видишь ли, как кратко он выразил защиту его. Ты спрашиваешь, что он сделал? Прибег к Богу, живущему на небе, существующему везде. Он не натянул лука, не приготовил колчана, как враги его, не расположился во мраке, но оставил все это, оградился против всего надежды на Бога и противопоставил им того, кто не имеет нужды ни в чем подобном, ни во времени, ни в месте, ни в оружии, ни в деньгах, но одним мгновением совершает все. Видишь ли защиту его, непобедимую, быструю и легкую. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Стих 5, Салом 10. Другой переводчик говорит, очи его исследуют. Третий. Господь праведный испытатель. Четвертый. Праведного испытывает и нечестивого, и любящего неправду, возненавидела душа его. Видишь ли готового помощника, благонадежного защитника, который везде присутствует, все видит, за всем наблюдает, которому особенно свойственно промышлять и пищить, хотя бы никто не просил его, препятствовать обижающим, помогать обижаемым, воздавать одним награды за добродетели, а другим назначать наказание за грехи. Он знает все. Очи его видят всю вселенную, и не только знает, но и желает исправить все. Потому в другом месте, выражая то же самое, пророк и называет его праведным. Стих седьмой. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Если же он праведен, то он не станет только смотреть на такие дела. Он отвращается нечестивых, одобряет праведных. Далее раскрывая и здесь то же, о чем он говорил в предыдущем псалме, то и что порок сам по себе может достаточно наказать грешников, прибавляет. Любящий неправду ненавидит душу свою. Порок противен душе, враждебен и гибелен, так что порочный еще прежде наказание уже испытывает наказание. Видишь ли, как враги оказываются со всех сторон удоболовимыми, если и праведник имеет такого помощника, и они побеждаются тем самым собственным оружием, которым защищаются, причиняя вред и погибель сами себе. Видишь ли легкость этой помощи? Не нужно ни идти куда-нибудь, ни бежать, ни тратить имущество, потому что Бог присутствует везде и видит все. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Петхея 6, 7, столом 10. Другой переводчик говорит, а дождит на беззаконных угли. Третий правоты увидит, то есть праведных, или его Бога. Сказав о наказании, происходящем от самого порока, и зная, что многие не смотрят на это, пророк, наконец, потрясает душу нечестивых наказанием, посылаемым свыше, употребляя усиленные выражения и страшные названия. Говорит, что на них свыше прольются дождем огонь. Сера, бурный ветер и горячие угли, желая представить этими переносными выражениями неизбежность отмщения, высшую степень мучения, скорость и разрушительную силу наказания. Что значит часть чаши их? Это их удел, говорит, это их достояние, это постигнет их в жизни, от этого они погибнут. Далее приводится и причина, потому что всевидящий не попустит пройти этому безнаказанно, как другой пророк говорит. Аввакума 1.13 Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Так и он выражает тоже в словах «Праведен Господь и правду любит». Богу особенно свойственно принимать правду, справедливость, и он не попустит никогда противного ей. Вот почему и в начале Псалма пророк сказал «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Те, которые надеются на благо житейские, не лучше птицы, которые, надеясь на пустыню, делаются легко уловимой для всех, таков надеющийся на богатство. Как птица уловляется и детьми, и сетями, и селками, и другими бесчисленными средствами, так и богатый уловляется и друзьями, и врагами. Он живет даже в большей опасности, нежели птица, имея множество людей, которые ловят его, а прежде всех свои порочные пожелания. Он изгнальник, всегда зависящий от обстоятельств времени. Он боится и свирепости палачей, и гнева царя, и коварства от льстецов, и обмана от друзей. Когда восстают на него враги, он трепещет больше всех, и когда бывает мир, он опасается козней, потому что не имеет богатства прочного и неотъемлемого. Потому он постоянно скитается, переселяется из одного места в другое, проходя пустыни и горы, обитая во мраке, находя среди полудня глубокую тьму и строя козни. Не таков праведник. Притчи 1.18.4.18. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Они не решаются ни строить козней, ни делать несправедливостей, и имеют спокойную душу. А порочные, постоянно строя козни, всегда пребывают во тьме и страхе, подобно ворам, разбойникам и прелюбодеям. Они во время дня видят мрак, потому что душа их бывает одержима страхом. Каким же образом может быть рассеян этот мрак? Если, отставши от всего этого, ты утвердишься в надежде на Бога, хотя бы ты был величайшим грешником, воззрите, говорит премудрый, на древние роды и увидите, кто веровал Господу и постыдился. Иисуса Сына Серахова 2.10. Не сказал праведник, но кто, хотя бы, говорит, это был грешник, то и удивительно, что и грешники, держась этого якоря, делаются непобедимыми для всех. Таково особенное свойство преданности Богу, что и отягченный грехами ты найдешь ободрение в его человеколюбии, потому что как проклят человек, который надеется на человека, так блажен, кто надеется на Господа. Иеремия 17.7. Итак, оставив все другое, держись этого якоря. Бог видит все и судит праведно, и не только судит, но и приводит в исполнение суд свой. Поэтому пророк, сказав о праведности его, изображает и наказание огнем и бурным духом. Он делает это потому, что печется о грешниках и желает наказанием побудить их к исправлению. Будем же по всем этим причинам прибегать к нему и постоянно обращать к нему свои взоры. Таким образом, мы достигнем всех благ о Христе и Иисусе Господе нашим, Которому слава во веки веков. Аминь.